Омнамо Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая, Омнамо Бхагавате Васудеевая. Шримад Бхагава, там третья песня, которая называется «Статус-кво», 20-я глава, которая называется «Беседа Майтрея и Ведуры». И сегодня тексты с 47 по 50, но там ни к одному из них комментария нету, поэтому чего нам делать, я хотела узнать. Может, подскажете? Харе Кришна, я когда составляла расписание, понимала, что много стихов в один день читать тоже затруднительно, но стихи подряд идут без комментариев, поэтому на ваше усмотрение можно будет прочитать лекцию, я не знаю, как вы готовы к этому или нет, но на какую-то тему, или захватить следующий стих. Хорошо. У нас следующий стих заканчивается уже, глава, по-моему. Ладно. Читать много стихов тоже, вот я сомневалась, как лучше поступить. Хорошо. Давайте мы тогда с 47 по 50 просто русские переводы прочтем, а потом в 51 прочтем все, что есть. Харе Кришна. Харе Кришна. Текст 47. Однажды Брама лежал, растянувшись во всю длину своего тела. Он был озабочен тем, что сотворение вселенной идет слишком медленно, и пребывая в мрачном расположении духа, оставил также и это тело. Дорогой Видура, волосы, выпавшие из тела Брама, превратились в змей, и когда его тело со сведенными вместе руками и ногами поползло, из него стали вылезать свирепые змеи и наги с раскрытыми капюшонами. В один прекрасный день саморожденный Брама, первое живое существо во вселенной, почувствовал, что цель его жизни достигнута. Тогда из своего ума он сотворил ману, которые призваны заботиться о благоденствии вселенной. Наделенный самообладанием творец вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев ману, сотворенные ранее существа, полубоги Ганхарвы и другие, стали рукоплескать Браме, повелителю вселенной, восхищаясь его мастерством. Текст 51. Литературный перевод и комментарий о божественной милости. Комментарий Шрилы Привопады. О значении жертвоприношений говорится также в Багалагите, глава 3, стих 30, Господь подтверждает, что на заре творения Брама создал ману, а вместе с ними всю систему ритуалов и жертвоприношений. Благословляя их, Брама сказал, совершайте жертвоприношения, это даст вам возможность духовно развиваться, постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем. Все сотворенные Брама и существа являются обусловленными душами с присущим им стремлением к господству над материальной природой. Жертвоприношение необходимо для того, чтобы постепенно пробудить в живых существах духовное самосознание. С этого начинается жизнь во вселенной. Но в конечном счете цель всех жертвоприношений умилостивить Верховного Господа. Но до тех пор, пока человек не заслужит благосклонность Верховного Господа, или иначе говоря, пока он не осознает Кришну, он не обретет счастья ни в чувственных удовольствиях, ни в духовном самосознании. Омагян тимиран дася, янан чана шаллакая чапшур, умилитам яна, тасмай шри гураве намага. Шри Чайтаня манухпиштам стапитам ена буталесва и рупа кадамах ямда дайте свападантикам. Шри Чайтаня махапрабу пришел 500 лет назад для того, чтобы сообщить нам, как его умилостивить. Ну, точнее, у него был целый ряд причин приходить на землю, но это одна из них. Он дал юго-дарму, то есть он сообщил нам о том, что сейчас в Кальюгу самое главное жертвоприношение – это повторение святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И чего можно ожидать от повторения святых имен? Того же самого, о чем говорил здесь Господь Брама, здесь Шрио Привупада приводит в комментарии его слова. Того же самого можно ожидать от совершения этого самого главного жертвоприношения Кальюги, то есть повторения святых имен Махамантры, Харе Кришна. Это даст вам возможность духовно развиваться, постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем. Но это не самое главное. Так или иначе, доля этого материального счастья уже выделена по судьбе, как об этом сообщает своим одноклассникам Прохлада Махарадж в своих наставлениях. Каждый получает определенную долю счастья и несчастья. Однако же, если пренебрегать принципом жертвоприношений, если не вести духовную жизнь, то уже в этой жизни можно заработать еще больше тяжелой кармы, которая ограничит человека в его возможности наслаждаться жизнью, в той возможности, которая дана ему с рождения. То есть вот эта пропорция, сколько ему будет в этой жизни хорошо, сколько ему будет в этой жизни плохо, но если при этом нет духовной практики, духовной жизни, то вот эта вот чаша с негативной кармой, она будет тоже постепенно наполняться вот этими каждодневными действиями, которые люди совершают, нарушая в повседневной, каждодневной жизни четыре регулирующих принципа, а именно употребляя в пищу мясо и прочую убойную пищу, интоксикация, также занимаясь незаконным сексом и играя в различные два рода азартные игры. То есть человек может, то есть когда мы говорим про карму, это не то, что приплывает к нам из прошлой жизни или из позапозапрошлой жизни. Есть так называемая крия-мана карма или карма, которую мы здесь и сейчас создаем себе, и здесь и сейчас, не отходя от кассы, как говорится в известном фильме, получаем эти плоды. Вот в Бхагаватам есть текст, который также сообщает нам о перспективах, как же мы можем счастливыми-то быть в материальном мире. 4, 8, 34 известный текст про вайшнавский этикет. Вот он. А, надо язык поменять. Сейчас мы здесь изменим язык по-английски. Так, язык поменяли. И вот, 4, 8, 34. Это известное наставление, это сообщает нам Нарада Муни, четвертая песня, 4, 8, 34, про отношения с равными младшими и старшими. И когда человек совершает ошибки в том, как относиться к старшим, к равным и к младшим, он тоже получает эти плоды. Долго ждать не приходится. Долго ждать не приходится. Уже в этой жизни можно иметь отношение гораздо более низкого уровня, нежели бы они могли бы быть, если бы человек мог действовать культурно. Нарада Муни сообщает нам об этой духовной культуре в этом тексте 4, 8, 34. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему состраданием, а, встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира, говорит Нарада Муни. Как же избавиться от тройственных страданий? Неужели это вообще возможно? Есть много утверждений из священных писаний о том, что их невозможно избавиться на все 100%, но уж, по крайней мере, их точно будет меньше, точно будет меньше, если человек правильно взаимодействует с живыми существами вокруг него находящимися. И в комментарии к этому тексту Шрила Парупада пишет о поведенческих стереотипах, которые проявляют материалисты в своих отношениях. Из-за того, что действуют эти стереотипы, люди в отношениях, но не удается им быть счастливыми и довольными, просто потому что такие стереотипы. Шрила Парупада пишет здесь комментарии. Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. То есть пытаемся доказать равному, что на самом деле не какой ты неравный, на самом деле все-таки я тебя превосхожу. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. То есть человек по невежеству из-за того, что из-за того, что он свой интерес ставит выше интереса у других живых существ. Вот это тот. Я-центризм. Или в третьей песне Бхагаватам Капиладев называет это Придхак Бхава или Бхина Дрик. Означает мир существует ради меня и для меня. Он крутится вокруг меня. Вот я точка центральная этого всего. И это настроение у каждого бусольного живого существа есть. У кого-то оно очень ярко выражено. У кого-то оно такое более скрытое. Но это приводит к страданиям. Вот эти вот попытки, если это обобщить, этот комментарий, попытки иметь отношения с окружающими людьми, не учитывая при этом этих и самых окружающих людей. Не учитывая их. Не учитывая их. И вот что сделает этих людей, которые вокруг нас, довольными от того, что мы оказались рядом с ними. Здесь объясняется, Шрилл Парупада пишет комментарий. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями следует смотреть на него как на своего друга. И также мы должны относиться состраданием к обычным людям, которые мучатся из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. Практика духовной жизни делится на две стадии. Одна называется Ваидхи Садхана Бхакти, и вторая называется Рагануга Садхана Бхакти. И Рагануга Садхана Бхакти, это означает практикующий движим вот этим вот спонтанным желанием служить Кришне. То есть у него есть собственный вот этот вот родник, вот этот ключ, который бьет из его сердца, вот этот вот ключ Бхакти, и ему не приходится себя принуждать к служению. И Ваидхи Садхана Бхакти это практика, когда в основном человек движим предписаниями шастер, принятием авторитета шастер священных писаний, чувством долга перед духовным учителем, пониманием того, что то, что я буду делать, будет в конечном счете полезно для меня, полезно для меня. То есть вот два подхода, и в целом люди в жизни занимаются разными вещами, движимые, как правило, двумя подходами, двумя мотивами. Первый из них, мне будет от этого польза, мне от этого будет хорошо. И второй мотив, мне это нравится делать. Условно говоря, это можно соотнести с ваидхи садханабхакти и с органугасадханабхакти. По милости Господа Шричитане Махапрабху, тот процесс, который мы высоком практикуем, с самого-самого начала не является ваидхи садханабхакти в чистом виде. То есть не является какой-то такой безвкусной практикой, которая основана исключительно на чувстве долга, на том, что вот надо, 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 должен, 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 существует феномен так называемого отраженного бхакти, то есть из сердец тех ваидханабханов, у которых уже есть вкус в духовной жизни, а также по милости Шрилы Парупады, по милости духовного учителя, в наших сердцах может отразиться их настроение, если мы медитируем на духовного учителя, на Шрилу Парупаду. Также говорится в Нектаре Преданности, что пять самых могущественных процессов в акте позволяют даже неофиту ощутить отблеск бавы, то есть отблеск возвышенных духовных эмоций. Пять самых могущественных анг. Это поклонение божествам, чтение священных писаний, служение вайшнавам, повторение святого имени, проживание в святом месте. Достаточно что-то, хоть что-то из этого делать, а эти могущественные процессы, они очень органически вписаны в ту садхану, которую Шрила Парупада каждому из нас дал, и достаточно хоть что-то из этого делать, и мы уже почувствуем, что что-то в нас отразилось возвышенное и духовное. И это означает, что в принципе Шрила Парупада милостиво устроил так этот процесс, что он не является Ваидхи Садана Бхакти в чистом виде, не является какой-то сухой обязаловкой, а все равно здесь всегда есть комбинация даже с самого начала духовной жизни. Комбинация «Мне полезно будет делать так-то и так-то», скомбинированная с ощущением, с эмоцией, что в общем-то я хочу это делать, я хочу это делать, мне это интересно, мне это нравится, вот сколько-нибудь от этого нравится или хочу, оно все равно всегда присутствует. Точно так же, как гунны материальной природы не проявлены в материальном мире отдельно друг от друга в чистом виде, точно так же и вот эти два процесса Ваидхи Садана Бхакти и Рагану Гасада на Бхакти не существуют в таком чистом беспримесном виде. И читая вот эти наставления на Раде Муни, мы можем к ним тоже отнестись с позиции Ваидхи Садана Бхакти то есть мы можем попытаться проанализировать это с точки зрения того, что это будет мне полезно, это будет полезно, и шастер предписывает, и гуру будет доволен, и надо, и чувство долга и так далее. Вот на эти предписания можно посмотреть именно с такой точки зрения. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку нужно радоваться встрече с ним. Мне это будет полезно, рассуждает Ваидхи Бхакта. Но, конечно, не голословно рассуждает, а должно быть знание, где моя польза. А польза в том, что если мы порадуемся этой встрече с более знающим человеком, если он поделится с нами своим знанием, то это знание поможет нам в духовной жизни, и опять же, это будет полезно для нас. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. В чем здесь польза для нас? Почему здесь мы тоже можем сказать, что лучше делать так, и это будет полезно? Господь Капиладев в третьей песне Бхагаватам говорит о том, что преданному нужно не только в божестве видеть присутствие Верховной Личности Бога, в божестве, которое стоит на алтаре, но также хотя бы для начала теоретически, а потом возможно и видение пробудется тоже духовное, теоретически на основе знаний, полученных из Священных Писаний, знать о том, что тот же самый Господь, что и на алтаре, присутствует в сердце каждого живого существа. И это означает, что он очень рядом. И это означает, что наша духовная жизнь и наша практика повторения святых имен Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Будет очень сильно зависеть от того, как мы будем относиться к живым существам, которые находятся вокруг нас. Более того, там же в третьей песне Бхагаватам, 29 глава, Господь Капиладев говорит о Пуджаре. Он говорит, что если, допустим, Пуджаре почитает Божество на алтаре, но при этом не особо осознает, что тот же самый Господь, которого он так любит, присутствует в сердце каждого живого существа, каждого Вайшнава, которого он видит в храме, который пришел в храм, и не только Вайшнава, но и любого прохожего на улице. У любого прохожего на улице и не только прохожего, но и у каждой собаки, у каждой кошки, у каждой даже крысы присутствует этот самый Господь. И вот там он говорит, Господь Капиладев, что если, допустим, кто-нибудь совершает поклонение Божеству, почитает это Божество, но при этом не выражает почтение сверхдуше, находящейся в сердце живых существ, то есть не выражает почтение и уважение людям вокруг. Когда мы складываем ладошки, мы в первую очередь выражаем почтение сверхдуше, которое находится в сердце данного конкретного человека. Поэтому, если перед нами складывают ладошки, не стоит слишком сильно принимать это на свой счет. Это про сверхдушу, это не совсем про нас. Это про сверхдушу и, пожалуй, про духовного учителя, но это не особо про нас, эти сложенные ладони. Так вот, если Пуджари этого не делает или если он как бы не считают должным это делать, то Капиладев Господь говорит, что в этом случае его поклонение его Пуджи, это имитейшн Кунди все видели, знают, что это такое трава и там нужно это все разжечь и кидают туда зерно и так далее. А священнослужитель при помощи специальной ложки, которая наверняка имеет свое наименование на санскрите, которое, не знаю, это не так важно, льет туда вот это топленое масло Ги. Он льет это топленое масло Ги, когда горит огонь. Он предлагает это топленое масло Ги, чистейший молочный продукт, предлагает огню, в которой он до этого при помощи специальных мантр пригласил Верховного Господа. Таким образом он совершает подношение Верховному Господу. Вот представим, что закончилось это огненное жертвоприношение, осталось только зала в Ягья-кунде и вот этот вот Пуджари Ягья-мен, Ягья-мен, как их называют на Западе, решил лить то же самое топленое масло в эту золу. И вот смысла в этом особого нету, точно так же нету смысла в ритуалах, в этих ритуалистических действиях со стороны священнослужителя, любого священнослужителя, любой конфессии. нет особого смысла в этих ритуалах, если это не сопровождается правильным отношением к живым существам, которые вокруг нас. И вот с точки зрения социальной структуры или с точки зрения понятия старший, младший в искон, кто-то может быть младше, кто-то может быть менее знающим, но Верховный Господь все равно в его сердце. И как мы можем отнестись вот к этому предписанию отношения наших младшим, то есть отнестись к состраданиям, помочь подняться ему духовно, по титанам паванебьё, как к этому отнестись? К этому можно отнестись тоже с позиции ваидхи садхана бхакти, с позиции «мне от этого будет хорошо, мне от этого будет польза». В чем заключается польза? Польза заключается в том, что Господу это понравится. Господу понравится, представителю Господа понравится, то есть духовному учителю понравится, если мы будем помогать младшим. Вот сострадание означает не просто пожалеть, не просто выразить какой-то вот сентимент эмоциональный, а это означает сострадание в действии, то есть помочь, совершить какую-то практическую помощь. Конечно, ее можно предложить, эту помощь, по большому счету, в том случае, если человек готов ее принять, то есть в этом смысле это еще зависит от младшего, но даже если он не готов ничего принимать, абсолютно ничего, то всегда есть возможность молиться за вайшнавов, чтобы они прогрессировали, то есть молиться друг за друга, независимо от того, кто на каком уровне находится, то есть это не привилегия исключительно каких-то возвышенных вайшнавов, которым люди подходят очередями и говорят дайте благословение, дайте благословение, помолитесь за меня, помолитесь за меня, молиться можно друг за друга тоже, это тоже хорошая практика, которая помогает не быть равнодушными друг к другу, как минимум. И наконец отношения с равными, встретив равного вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга, что это означает смотреть на него, как на своего друга. У разных людей бывают разные концепции дружбы, например, бывают такие люди, у которых идея друг, это означает тот, кто принимает меня такой, какой я есть. И мое кредо жизненное, меняться не буду, принимайте меня таким, какой я есть. Вот я нашел человека, я чувствую, что это мой друг, и какой будет мой ответный отклик на это, я буду проявлять свою природу открытую, какая она есть. Не думая над тем, как человек это воспримет, беспокою я его этим или нет. А в первую очередь, он же друг, а друг он, это тот, кто понимает. Друг это тот, кто понимает. Так вот, правильное отношение дружбы, это не в плане того, чтобы что-то получать от отношений. то есть, вот я ищу себе того, кто ко мне дружественно будет относиться, независимо от того, какой я. А дружба, она наоборот заключается в том, чтобы самому относиться дружественно к окружающим до той степени, до которой нам, конечно, позволяют наши качества. Это факт, что мы не можем подружиться со всеми подряд или с любыми людьми. И что означает дружественные отношения? Это не обязательно означает просто улыбаться и вежливо говорить с человеком. Дружба означает дружба в сознании Кришны. Это означает делать что-то такое для человека, что его будет вдохновлять в сознании Кришны. Его святильшество Гопал Кришна Махарадж в своих лекциях по нектару наставлений и так далее объясняет хотя не по нектару наставлений, дружба в сознании Кришны это означает вдохновлять друг друга на сознание Кришны. То есть это не мирская какая-то дружба когда людей связывают общие музыкальные пристрастия им нравится слушать одну и ту же какую-то музыку не связанную с Кришной никак или еще что-то в этом духе. Вот друг для преданного это тот кто помогает ему прогрессировать в сознании Кришны тот кто вдохновляет вот можно обозначить это различие между отношения с младшими и отношения с равными если кто-то по отношению ко мне младше то мы можем попытаться дать человеку сознание Кришны в духе сострадания то есть человек нуждается в том чтобы ему была оказана помощь отношение равных или отношение дружбы это означает дать какой-то кусок сознания Кришны именно тот который вдохновит тот который вдохновит ну и со старшими в основном это означает что мы настроены на то чтобы принимать от них сознание Кришны и в обмен на это конечно же ожидается предполагается наша благодарность наше служение им вопросы слушание и так далее вот эти вещи вот вот такие здесь даются рекомендации в этом тексте 4834 по отношениям с живыми существами и когда человек это в себе культивирует то тогда ему становится проще заниматься самым главным жертвоприношением века кали то есть повторением Харе Кришна Махамантры Харе Кришна Харе Кришна Хри Шна Хри Хари Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе то есть он меньше страдает в отношениях с окружающими людьми потому что ну как сказать приучен это вопрос привычки вопрос культуры это вот можно практиковать это постепенно входит в природу человек приучен так действовать и он тогда меньше страдает в отношениях это во-первых и тогда ему его джа поддается легче а во-вторых во-вторых мы же эту Харе Кришна Махамантру не это не при себе просто держим просто повторять ее просто буду где-то сидеть и повторять и быть счастливым это проповедническое движение Харе Кришна мувмант движение сознания Кришны поэтому нужно этим делиться а для того чтобы делиться опять нужна квалификация Бахтисиданта Сарасвати Такур говорил те кто не могут уважать окружающих бесполезны для проповеди и вот вот эти вот советы которые здесь дает Нара Дамуни они очень полезны именно в плане того чтобы ну быть хорошим инструментом в руках Господа и в руках духовного учителя вот эти вот вот это отношение с равными младшими старшими и в целом к людям вот эти все вещи они очень помогают а в противном случае человек будет это классика жанра все начинается с этого уровень начинающего преданного или конечно хатхикари он именно такой что вот этой вот квалификации уважать других не хватает ее в принципе не хватает в материальном мире и в материалистичных отношениях из которых люди идут заходят в движение искон и и конечно когда человек присоединяется к нашему замечательному движению самой замечательной философии самым замечательным питанием самыми замечательными людьми самые замечательные правильные религии то у него конечно же возникает это как он потом поймет ложные ощущения что он очень замечательный что он очень замечательный и вот с этой позиции собственной замечательности проповедь попытки как-то вот чего-то передать помочь людям как человеку кажется что он помогает они становятся абсолютно неэффективными был такой журнал Иштагошки в конце 90-х его печатали и там один преданный рассказывал историю про то как он на дворцовой площади в городе Петербурге стоял и там были люди толпа собралась он там стоял чуть выше значит остальных и говорил проповедь толкал именно вот в духе Шрила пропады ну как ему кажется в духе Шрила пропады собаки кошки демоническая цивилизация и так далее и так далее и вдруг в этой толпе кто-то ему ему говорит то что вы собой гордитесь в принципе понятно а при чем здесь бог и и человек теряется этот проповедник теряется конечно это такая история из журнала конечно кришна устраивает разные ситуации он ставит перед нами вот это вот зеркало которое значит отражает нас и нам становится лучше понять нам становится легче понять самих себя благодаря тому как люди на нас реагируют давайте вернемся обратно так а вот в чате что-то появилось у нас концепция дружбы Абхинанда Прабу нас поблагодарил спасибо Абхинанда Прабу так а где же Абхинанда Прабу интересно вот вот видите так бывает был человек и нету ну ладно вот тоже смотрите какая интересная вещь насчет счастья то есть вопрос такой да глубокий философский вопрос люди иногда жизни проживают ну кто-то как профессиональный философ кто-то вот просто как обычный человек ломают себе голову над таким вопросом достаточно глубоким ну для тех кто вот допустим доступа к этому богооткровенному знанию папайрампари не имеет можно ломать голову долго над этим вопросом а возможно ли счастье вот а возможно ли счастье и вот у нас есть бага варгите два текста в которых говорится об условиях значит на каких условиях оно возможно на каких условиях оно возможно мы уже из сегодняшнего текста комментарии узнали что оно возможно счастье если будет жертвоприношение и мы уточнили что для кальюги жертвоприношение самое главное юга дарма это конечно же повторение святых имен махамантры Харе Кришна теперь вот давайте прочтем пару текстов из бага вадгиты бага вадгита 440 невежественные и неверующие люди которые сомневаются в словах бога откровенных писаний не способны обрести сознание бога они опускаются все ниже и ниже сомневающаяся душа не знает счастье ни в этом мире ни в мире ином вот то есть такой текст смысл которого заключается в том что ну надо идти духовным путем и при этом надо ну как бы не сомневаться в этом духовном пути должна быть уверенность потому что в противном случае все равно счастливым не будешь и вот 41 текст йога саньяста карманам дьяна санчхина самшайям атмавантам накармани нибандхнаанти тхананджайя тхананджайя тхананджая да тхананджая кто занимается преданным служением отрекаясь от плодов своего труда чьи сомнения рассеяны божественным знанием тот постиг свое истинное я о завоеватель богатство такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности интересный комментарий короткий значит то есть как избавиться от сомнений то есть туда идем или не туда идем комментарий короткий комментарий тот кто следует указаниям которые сам верховный господь дал в бхагавадгите обретает божественное знание и благодаря ему избавляется от всех сомнений такой человек уже постиг свое истинное я он сознает себя неотъемлемой частицей господа в полной мере обладающий сознанием кришны поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий то есть решение заключается в том чтобы обрести божественное знание это текст из четвертой главы который собственно так и называется божественное знание и мы его обретаем от духовного учителя это божественное знание и это одна из ролей или функций или обязанностей гуру рассеивать сомнения и он рассеивает эти сомнения благодаря собственному духовному опыту и реализованным как мы это называем реализованным речам мы можем 108 тысяч раз прочитать в багаладгите или в шримад багалатам о том что мы не тело а душа достаточно услышать из уст духовного учителя эти же самые слова про то что мы про то что ты оказывается не тело а душа слова обращенные персонально к нам и мы тогда поймем и почувствуем в этих словах отразится и и мы и мы и мы почув и мы тогда почувствуем почувствуем что вот она истина так где истина где заключается где заключается истина это роль буру он связывает нас с абсолютной истиной он сам с ней очень прочно связался или как в известном тексте из одиннадцатой песни bagava 11 3 21 там говорится истинный духовный учитель оставил стороне все материальные все материалистические соображения то есть он полностью исключительно в духовном сознании находится и у него нет этих материальных вкусов и вот то есть он принял прибежище в духовной энергии он принял прибежище в кришне и настолько мощно он принял это прибежище в кришне что когда кто-нибудь ему предается то тот кто ему передался согласие естественно духовного учителя тоже получает это же самое прибежище в кришне тоже получает эту связь с антаранга шакти связь с господом тоже ощущает эту защищенность и уверенность уверенность завтрашнем дне вот а сомневающаяся душа по-прежнему текст 440 она по-прежнему не зная части и в этом мире не в мире ином что же делать то что же делать как же быть надо рассеять эти сомнения обратиться гуру такое решение вот чем заключается это решение вот здесь говорится как раз об этом вот мы должны идти по стопам великих отчаях принадлежащих цепи духовных учителей и тогда наша жизнь увенчается успехом вот то есть вот надо вот еще чуть выше здесь есть важное важно утверждение опасность скептицизма скептицизм как философская позиция ну то есть есть разные люди с разной как бы внутренней позиции философской кто-то идеалист кто-то материалист кто-то агностик то есть он считает что духовные вопросы относятся категории непознаваемого позиция скептика губительно для жизни говорится здесь в комментарии к 440 тексту бхагавадгиты потому что ну потому что что потому что счастье не будет не материального и не духовного из-за чего люди становятся скептиками но основание есть материальный мир мир обманутых обманщиков человек набила много шишек и теперь он как ему кажется и как он сам иногда говорит такой человек скептик я никому не верю я ни во что не верю вот это продукт это последствия вот этого негативного опыта когда человек много-много раз искал прибежище в материи в самых разных вариантах и конечно же обжигался на этом молоке постоянно обжигался это молоке и потом он приходит к выводу то есть он теряет надежду он приходит к выводу видимо нету никакой опоры и и вообще нет ее нигде нет это опасная позиция что позволяет человеку принять опору в словах духовного учителя отнестись к нему всерьез к гуру бхакти-сукрити бхакти-сукрити позволяет если господь устроил встречу саду позволяет отнестись к этому саду как к саду увидеть в нем саду вот а не просто человека там с бородой или в каких-то других ритуальных одеждах шрила правопада встретился когда впервые с бхакти-сиданты сарасвати он очень впечатлился он очень впечатлился потому что до этого его отец гуру маханде приводил в дом к ним самых разных саду настоящих саду и так называемых саду и в принципе уже был определенный скептицизм у шрила правопады по отношению к к ним но все равно он был занят всегда был занят этим духовным процессом по милости гуру маханде по милости своего отца он проводил детстве радхаятру он обучился играть на мриданге по милости отца он повторял святые имена у них было домашнее божество и так далее вот она культура вот они духовные ценности и в тот момент когда он встретил настоящего саду сработала вот это вот эта штука он понял что вот в этих словах которые он говорится держится абсолютная истина вот это вот ощущение это называется как это называется браманда примет икона баги ванжива кришна гуру красады пая бхакти лата биджа баги ванжива то есть удачливая душа получает росток бхакти получает бхакти лату или на санскрите еще используется термин шрада шрада или некая первичная вера некая первичная вера некий первичный интерес к словам святых людей с этого начинается духовная жизнь и это поворотный момент в жизни каждой живы то есть у нас много жизней в прошлом прожитых материальной мире прожитых абсолютно без бога без всякого интереса к нему и вот тот момент когда баги ванжива встречает на своем пути саду и не просто там отмахивается о еще один ряженый много моих таких видали а потому что есть какие-то заслуги или есть какая-то особая милость господа что он устроил эту встречу живое существо начинает разворачиваться в сторону этого саду сторону господа возникает интерес до этого много много жизни не было этого разворота и живое существо находясь самых разных формах жизни жизнь не жизни разных формах жизненных разных формах жизни чир بال on пыталась черпать разнообразия в пределах материального мира разнообразие есть тригун и материальная природа они так чудесным образом между собой комбинируется что много всего есть в этом мире и на этой планете на многих других и вот в какой-то момент вот эта длинная биография и вот эта биография отдельно взятой жизни а вся биография целиком начиная с момента попадания в материальный мир и вот до настоящего момента вот этот отрезок довольно длинный и вот здесь появляется вот эта поворотная . она очень важно когда живое существо начинает разворачиваться в сторону к господу через то что она начинает интересоваться живое существо словами его представителя хрии кришна хрии кришна 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 хри 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 рама хри рама 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 хри хри если есть какие-нибудь вопросы то давайте обсудим эту тему хри 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 кришна спасибо большое за лекцию мады вам урари правом жить пожалуйста какие жертвоприношения может совершать тот кто еще не осознает бога то есть материалист чтобы получить Он может вкушать просад и жертвовать что-нибудь в храм. Что-нибудь не означает порыться по кладовке и найти ненужное, как это нередко бывает. Это, кстати, интересный принцип. Если человек, допустим, жертвует на духовные цели какую-то часть своего дохода, то всё равно же это его, как говорится, кровные рубли, ну или не рубли, в зависимости от страны. И потом он естественным образом будет вспоминать о том, что он это отдал. Это означает, у него будет получаться памятование о Господе через памятование об Искон, о Шриле-Парупаде. Вкушение просада — это тоже жертвоприношение. А этот жертвенник, он располагается внутри тела. И там Господь, он в 15 главе Гиты это объясняет. Я там внутри нахожусь и помогаю переваривать. Хорошо, спасибо большое. А ещё вопрос по этикету. Да. Если старший преданный, реализованный и по возрасту, и по положению, спрашивает, ну, совета у неравного преданного, как поступать к младшему преданному в таких случаях? Так, ну, в принципе, младший может что-то сказать, но не с позиции сверху вниз. Хотя, в принципе, даже и такие квалифицированные, зрелые, старшие, ну, это зависит от природы, конечно. Квалифицированные, зрелые, старшие, они тоже делятся опытом, но зрелость, она в том числе проявляется в том, что когда старшие опытом делятся, они не слишком акцентируют свою вот эту позицию сверху вниз. То есть, то, что они сверху, оно чувствуется просто по факту того, что у них есть опыт, и по факту того, что их слова, ну, как бы, содержат в себе эту реализацию. Тогда младший это может почувствовать, если ему хватает на это его уровня, его культуры. Вот. А если младшего спросили, ну, он может что-то сказать, но не с позиции руководства к действию, не с позиции совета, а с позиции высказывания своего мнения, плюс, очень желательно, со ссылками на какие-то источники, на каких-то старших, там, на духовных учителей, на священное писание и так далее. То есть, ну, в первую очередь мы признаем за, в этом случае, за старшим право, абсолютное непривлекаемое право не следовать за нашими соображениями, которые мы выскажем. Ну, и, во-вторых, все-таки это должно быть абсолютно прозрачно для обеих сторон, что старший действительно попросил совет. То есть, можно его переспросить, вы хотите какой-то совет услышать, что ли, да? То есть, имеет смысл переспросить его. Вот. А потом, если он говорит, что хотел бы что-то услышать, то тогда можно, ну, озвучить какие-то соображения, и их именно, вот, как, там, свое мнение, или как, вот, с такой позиции, что «я это слышал от». «Я это слышал от». Точно так же, как, например, в Багаватам, Сута Гасвами или Шукадева Гасвами, я сейчас не помню. В общем, это нередко так бывает, что рассказчики, они передают какое-то духовное знание, и они, перед тем, как передавать, они, у них фраза «Я тебе сейчас это расскажу в том виде, в котором я это услышал от». И вот, это, как бы, оговорка, это уточнение, оно тоже важную роль играет. Спасибо большое. Харе Кришна. Есть ли какие-нибудь еще вопросы или мысли? Харе Кришна, да. А скажите, пожалуйста, как узнать, если Гуру рядом нет, доволен он мной или нет? Это похоже, что Деватов Раву, да? Ну, похоже, да. А вы вернулись или вы просто заехали в Вадимир? Ну-ка. Ну, я вернулся, заехал. Хорошо. Ну, как, если, допустим, вот вас интересует ответ именно нашего общего Гуру Махараджа, то обычно он отвечает на этот вопрос таким образом, что если ученик следует наставлениям, то тогда автоматически подразумевается, что Гуру доволен. То есть Гуру сделал свою часть, выполнил свою часть, он сообщил нам о том, какие наставления, что ожидается. Это все в лекциях есть. Ну, и в книгах также вот этих транскрибированные лекции. Это все есть. Если это выполняется, то тогда Гуру автоматически доволен. Это как бы одна часть ответа на вопрос. К этому я еще могу, конечно, добавить, что общество преданных, которое вокруг нас, и разные старшие, там, лидеры храмов, общин и так далее, это все, ну, кшетра, которую Гуру дает. То есть она не существует отдельно от Гуру. Гуру представитель Кришна, он так или иначе устраивает определенные обстоятельства, в которых мы находимся. Поэтому, конечно, ну, насколько окружающие нас Вайшнавы довольны нами, и насколько нам удается конструктивный и взаиморадующий контакт и диалог с ответственными лицами иметь на местах. Вот от этого тоже зависит, будет ли он доволен, потому что это, кстати, один из способов его удовлетворить, опять же, возвращаясь к наставлениям, ну, вот именно нашего, допустим, Гуру Махараджа. Он как раз говорит, что вот это одно из его наставлений, что сотрудничаете с теми, кто лидеры на местах. И это его порадует, потому что это тоже определенная квалификация — уметь ладить с самыми разными людьми самой разной природы. Спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Мадам Рай, пребываю поклоны. Вы наверняка были на праздновании 25-летия Радхапарты Сарадхи, недавно прошел совсем, да? Может быть, в двух словах что-то скажете об этом? И это празднование было очень хорошее. Оно было веселое. Там собралось много людей. Мы еле-еле попали в пандал, потому что там раздавали пропуска бумажки. Без этих бумажек никто, то есть начины не смотрели. Просто нет бумажки, не пустим тебя. Но я смог попасть в пандал, потому что мне дали бумажку. То есть там чьи-то пропуска мы использовали, проникли, потом вернули их. Я был только первый день на этом праздновании. И на этом праздновании, что же там было-то? Там, естественно, был Киртон. Потом там было целых два спектакля. Один спектакль был про... Это, кстати, можно посмотреть на YouTube, на их канале. Искон Дели онлайн, ну вот этот YouTube-канал. Первый спектакль был жизнеописание Гопал Кришны Махараджа, как он строил храм. И там, значит, один мой друг Прамачаре из этого храма Шри Шри Рада Бартха Сарадхи ходил по сцене с Дандой и Бахирвасом и изображал Гуру Махараджа, как он, значит, сначала ему Шрила Привупада посвящение дает, потом он, значит, замыслил построить храм, потом они там начинают ходить по всяким офисам, то в министерство там по недвижимости, или как оно там называется, то он туда пошел с этой Дандой, то он пошел с этой Дандой к архитектору в какую-то фирму. Потом, кстати, этот архитектор получил у него посвящение, его зовут Чатурмаси Дас. То есть вот Чатурмаси Дас. И он как раз является архитектором, который спроектировал этот храмовый комплекс Слава Индии. И, конечно, не с нуля этот вот Чатурмаси Дас, Чатурмаси Прабу, он, конечно же, получал помощь от Сурабхи Прабу, который проектировал Кришна Баларам Манди, который ученик Шрилы Привупады, там их свели вместе. В общем, он где-то полчаса по сцене ходил, изображал Гуру Махараджа, и то в той ситуации, то в этой ситуации, то потом, значит, и там было очень здорово, там был большой экран, и очень легко было менять декорации. То есть можно было фотографии какие-то туда проецировать, и вот там просто кнопочку нажали, и вот они уже на строительной площадке с бумагами, и вот показывают друг другу, обсуждают, где что будет стоять. Это был первый спектакль, и второй спектакль там был про какого-то Брамана, которому Кришна дал благословение стать богатым, потом он стал богатым, забыл про Кришну, потом от него отвернулись оба сына, подали на него в суд, он разрядался, тут к нему Кришна пришёл и говорит, я же тебе дал богатство, ты чего его неправильно используешь? А Браман говорит, а что делать-то надо? А Кришна ему говорит, надо регулярно ходить в храм Шри Шри Радха Партха Сарадхи, и дальше была речь минут на пять, такая рекламная, рекламная речь про этот храм. Вот, значит, было два таких спектакля, потом там зачитали письмо президента Индии, потом Гуру Махарадж немного выступил, и ещё довольно долго выступал, был такой Анурак Такур, это местный министр по делам молодёжи, он выступал где-то долго, и как мне подсказывали, я спрашивал, о чём он говорит, оказывалось, что, в общем-то, не по существу вопроса. То есть он всю свою политическую повестку в ходе этой больше, чем получасовой речи там, но он хорошо, так, это всё можно увидеть на Ютьюбе, он там руками махал, голос хороший, такой поставленный, политический, он много чего сказал собравшимся. Вот, мне очень понравилась его рубашка, это всё можно увидеть в трансляции. Вот такое было празднование, потом часам к девяти мы пошли ужинать, и там, ну, было у меня несколько разговоров с разными вайшнавами, они, ну, вопросы разные задавали. Один дяденька тоже такой в челме спрашивал меня, как выучить русский язык. В общем, много всяких было вопросов, и я вернулся в Пуншабибак, в храм только к полуночи в итоге. Такая была история. Но это было весело, конечно. Есть ли ещё вопросы какие-нибудь? Спасибо большое, Джай Гурмагараш. С наступающим, да, Раманавами вас, Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна, вас тоже. С наступающим днём явления Господа Рамачандры. Гран-Тарад, Шримад Багаватам, Киджай, Шрила Привупады, Киджай, Нита, Игоура, Примананда, Харе Боу. Спасибо за внимание. Да.